А сможем ли мы собрать 43 лайка под этой серией? Давайте это проверим, так что поставьте лайк. Это будет тестовая возможность, которая не сразу будет у нас оценена многими игроками. Всем привет, ребятки! С вами Слай! И сегодня я вам расскажу о том, как каждый из вас уже всем скоро сможет стать чуть ли не администратором проекта Vine World. А три подписчика, оставших лайк, комментарий под этим роликом получат лицензию Minecraft. А перед началом этого ролика я хочу порекомендовать вам канал Ветерка. На его канале уже всем скоро будут уходить крутые ролики по Майнкрафту. Так что обязательно подпишитесь на его канал. Ссылка в описании. В последнее время Vine World становится все лучше и лучше. И уже в ближайшем обновлении наверняка снова порадует абсолютно всех своих игроков. Потому что я, ребятки, уверен, что многие из вас хотели помочь данному серверу. И получить за счет этого себе возможности, которые раньше были доступны только администраторам. Ну и, конечно же, модераторам Vine World. С текущего момента, ребятки, вы сможете стать топчиками. Ну и за счет этого, конечно же, помочь данному серверу бороться с читерами и нарушителями правил. Которые всегда встречались, мне кажется, в ваших играх. В определенные периоды жизни Vine World, читеров на нем было очень много. И, к сожалению, тогда не было возможности с ними правильно бороться. Раньше всегда, ребятки, с ними боролись с вас при помощи форума. И многие игроки писали заявки на нарушителей туда вместе со скринами. Ну и, конечно же, различными другими своими комментариями. Иногда снимали видео для того, чтобы доказать какие-либо нарушения в виде спидхака. Ну а сейчас, ребятки, совсем недавно у нас в группе Vine World появилась новая новость о том, что они добавят новую функцию в виде репортов игроков. Ну и, конечно же, позволят обычным пользователям Vine World. Наконец-ки, ребятки, бороться с читерами при помощи данных команд. Ну и, конечно же, ребятки, разобираться с ними очень и очень легко. Просто кидая жалобы на плохих игроков, которых в будущем, конечно же, будут проверять. Я уверен, ребятки, что также за счет этого вы будете получать какие-то дополнительные бонусы себе. Просто за активное участие у вас на Vine World. И если ваша жалоба будет правдивой, то, скорее всего, вы также получите дополнительные какие-либо возможности. Возможно, ребятки, это будут вимеры, возможно, это будут коины. Но все же, ребятки, я уверен, что вы не останетесь без вознаграждения за какие-либо достижения в виде блокировки, скажем, 5 или даже 10 читеров по вашей жалобе. Итак, ну а теперь, мне кажется, стоит, ребятки, поговорить о самой новости, которую разместили у нас в группе Vine World. В этой новости у нас видно несколько команд, которые будут доступны обычным игрокам, ребятки, в виде команды репорта. По различным пунктам. Ну и, конечно же, раздел нарушения правил. Начиная от читов, ну и заканчивая обычными нарушениями чата, в виде какой-либо рекламы, либо же оскорблений других пользователей. Тем временем мы забираемся с этих игроков, ребятки, и отбегаем немного дальше у нас в сторону. Как же все это будет работать? Лично я, ребятки, к сожалению, пока что не видел данную функцию у нас в действии. Однако я уверен, что данная функция будет работать именно так, как я вам сейчас о ней расскажу. Например, функция репорта чата, мне кажется, будет сохранять часть чатика, которая была в течение, скажем, 5 минут у вас на Vine World. Ну и за счет этого вы сможете, ребятки, каким-либо образом осведомить модераторов о том, что здесь было нарушение. Они в итоге прочитают данный кусок чата. Ну и, конечно же, ребятки, заблокируют нарушителей, которые, наконец-таки, написали что-либо запрещенное. Тем временем, поднимаемся выше, ребятки. Ну и сейчас перейдем, мне кажется, к разделу блокировки читов. Читеров будут блокировать, ребятки, теперь у нас по различным пунктам. Само собой, вы, как и раньше, сможете написать на форум, однако гораздо быстрее вы сможете, ребятки, это сделать у нас просто оставив заявку в самой игре при помощи команды слэш, репорт, чит и, конечно же, ребятки, ника нарушителя и, конечно же, ребятки, вида, чита, которые он, скорее всего, по вашему мнению, использовал. Среди видов читов у нас здесь есть 4 стандартные позиции. Это у нас флай, то есть полет игроков. Это у нас спидхак, который позволяет быстрее передвигаться игрокам, либо же, возможно, не знаю, скажем, ломать блоки очень быстро за счет каменной кирочки. Либо же, ребятки, так же, как и Лауры, и, конечно же, ребятки Кнокбэка, которые просто очень сильно откидывают других игроков, ну и помогают вам не то, что заводить всех комбо, но прям брать и скидывать через пол карты оставшихся ваших соперников. И мне кажется, ребятки, что это будет, наверное, самым спорным пунктом, потому что на Вайнборлде бывают такие пролаги, что игрок даже обычной рукой иногда может скидывать противников. Причем даже без каких-либо читов у нас это происходит довольно часто в наших роликах. Ну и, собственно, ребятки, поэтому я не считаю, что пункт Кнокбэк будет особо сильно влиять, мне кажется, на репутацию игроков. А вот предыдущий пункт Киллауры, ребятки, наверняка будет у нас замечен модераторами, но и, собственно, они обязательно проследят у нас за тем, как же бьют игроки у нас своих соперников. Либо же спиной, либо же, возможно, спереди. Любые наводки, любые макросы и триггеры, ребятки, можно будет также у нас отрепортить при помощи команды слэш-репорт, ника игрока, ну и, конечно же, ребятки, приписки Эни. Эни у нас обозначает абсолютно любую стороннюю причину, по которой вы хотели бы отрепортить игрока. Скажем, если он использует какой-то необычный чит в виде быстрой простройки такого либо определенного места у нас на карте, так, мы пока что заберем вот этого нижнего игрока и постараемся, ребятки, разобраться с ними как можно быстрее. Итак, ребятки, в общем, давайте пока что за ним тут у нас побежим. И сейчас будем его расстреливать с нашего лука, все, мы его вот таки скидываем без, вау, это было классно. У нас лук на дачу и, да, ребятки, это откидывание 2, поэтому мы как раз таки его здесь у нас и смогли скинуть. Так, а где наш следующий соперник, ребятки, вы его видите? Я лично пока что его там у нас не вижу, но, судя по всему, он находится где-то очень высоко, где-то вот на этой вот горе. Так что, ребятки, мы поднимемся, наверное, немного выше и сейчас посмотрим на то, как он играет на данной карте. Итак, ребятки, когда же у вас появится данная возможность? Данная функция, ребятки, уже очень скоро, я уверен, появится у нас на ваймике и каждый из вас может и воспользоваться уже в ближайшее время, примерно в течение нескольких недель. Ну и для начала, ребятки, я уверен, что это будет тестовая возможность, которая не сразу будет у нас оценена многими игроками, потому что я уверен, что она будет не совсем доработана, вам придется к ней, конечно же, привыкать каким-то образом, ребятки, все-таки уже приноровиться к тому, что вы будете блокировать постоянно в каждой вашей игре своих соперников. Кстати, я видел только что здесь у нас ник нашего противника, и он, судя по всему, ребятки, зарылся в нас просто в стену, в которой мы сейчас его краски у нас здесь и найдем, и постараемся там у нас его забрать при помощи нашей кирочки. Вот я его здесь у нас уже вижу, давайте его пока что здесь у нас порадуем, наверное, ребятки, лавой. И для этого нам потребуется, конечно же, наша кирочка, которую я только что у нас здесь куда-то упрал В итоге мы сейчас сломаем эти блоки И, ребятки, ставим там у нас лаву, чтобы он пока что немного согрелся Ну и, конечно же, ребятки, порадовался за нас И за данную хорошую игру, в которой мы сейчас его обязательно заберем В итоге пока что немного постреляем по его ногам Он спускается куда-то ниже И давайте, ребятки, пока что побежим за ним дальше И постараемся, ребятки, конечно же, здесь его очень быстро забрать Тем временем, он очень быстро ставит блоки, бежит каким-то образом И падает, ребятки, видимо, под скоростью у нас в нашу бездну Итак, думаю, ребятки, на этом можно закончить данный ролик Я уверен, что вам понравится данное обновление Однако, ребятки, если это не так, то обязательно проголосуйте у нас в голосовании Справа вверху этого ролика Там у нас есть значок Айки И там вы можете оставить свое мнение по поводу данного обновления Само собой, ребятки, также оставляйте свои лайки и комментарии под этим роликом Чтобы поддержать создание видео каждый день в 10 часов утра Не забывайте про подписочку и колокольчик на мой канал Чтобы не пропускать эти ролики каждый день Ну и на этом мы, ребятки, заканчиваем наш ролик Всем удачи и всем пока И до скорых встреч